Сегодня очень такая, опять же, такая проповедь будет такая основательная, я верю, но мы закладываем правильное основание, хорошее основание, нужное основание, аминь, аминь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы здесь, Господь, ради Тебя, мы здесь, потому что Ты здесь сегодня, потому что сегодня Ты хочешь говорить в наши сердца, говори, говори в наши сердца сегодня. Слова Твоей истины, любви, слова Твоей мудрости, во имя Иисуса Христа, аминь. Повторюсь еще раз, напомню, друзья, год Божьего присутствия. Мы говорим о Божьем присутствии, о том, как жить им, ходить в нем, практиковать. Я думаю, в конце года вы поймете о том, что Божье, не просто поймете, вы переживете, что Божье присутствие, оно стало ответом в вашей жизни на вызовы и сложности, непростые сложности этого года и этого времени. Когда закончится война, я не знаю, но я знаю точно, что она может закончиться в вашем сердце, она заканчивается в тот момент, когда мы приходим в Божье присутствие, когда мы находимся в Божьем присутствии. И если вы помните, на прошлой проповеди мы разбирали с вами вопрос скинии Божьей, помните, да? Мы разбирали, что скиния Божья – это ответ. Я хочу эту картинку продолжать рисовать, чтобы мы с вами ее углублялись и понимали. Вот смотрите, что предшествовало появлению скинии Божьей? Израильский народ 400 лет находится в египетском рабстве, 400 лет. Вот послушайте, 400 лет. Вы скажете, война тут уже 327 дней. На секундочку, друзья, 400 лет. А теперь слушайте, что такое рабство? Это не оккупация. Нет, это не оккупация. Потому что оккупация, она подразумевает возможность деоккупации. То есть она подразумевает, Херсон 9 месяцев был в оккупации, пришли наши военные, прогнали, и теперь там сейчас Украина. И слава Богу, люди свободны, радостны. Да, обстреливают, но они радостны. Они говорят, слава Богу, что мы в Украине. Египетское рабство, друзья, это 400 лет беспросветного. Потому что здесь, когда идет война, у тебя есть шанс, у тебя есть надежда, что на той стороне твои, и они придут к тебе. Когда в рабстве, друзья, у тебя нет шанса никакого, у тебя нет надежды ни на кого, тебе ни на кого полагаться. По ту сторону пустыни никто не идет тебя освобождать. Вы понимаете это? Никто не идет тебя освобождать. И вот единственное, что осталось у народа, 400 лет они молились Богу, они взывали, они кричали, Господи. И мы читаем там, что написано, дошел вопль этого народа, дошел до Бога. И он услышал, и он им посылает Моисея. Вы знаете, Моисей это такое было жалкое, ну на самом деле жалкое зрелище, потому что фараон, армия, Египет, мощь. И выходит один Моисей и говорит, Бог сказал тебе отпусти народ. И знаете, я вам скажу честно, не только фараон смеялся над Моисеем. Знаете, кто смеялся еще над Моисеем? Его же народ. Вот, потому что они говорили, слушай, ну камон, ну ты бы привел с собой там войско хоть какое-нибудь. Никакого войска нет, ты один идешь. И мы видим первая казнь. Мы видим, как Бог являет первое чудо. Мы видим вторую казнь, третью казнь, четвертую и так далее, и так далее. И дальше мы видим, как Бог выводит их из этого рабства. Он победил, казалось бы, да? За ними гонится фараон. Они подходят к Черному морю. Черное море расступается на части. А не, ну, Красное это море, оно называется Черное, а так вообще это Красное море, извините. А то подумают, что в Крым туда Господь зашел. Не, еще не то. В Крым зайдет в ЗСУ. Вот. Ну, вначале туда зайдет Бог по молитве, да? Так вот, расступается это море, и они проходят. И они видят такое чудо, друзья. Ну, просто, ну, нереальное чудо. Ну, кто бы из вас, если бы увиделся, если бы не проразошелся на части, кто бы не упал и сказал, Господи, верую. Верую, Господи, точно теперь верую. Вот, вот, раньше не верил, а теперь верую. Мы бы сказали, и они сказали. Но знаете что, прошло четыре дня, они говорят, так, слушай, как-то, говорит, где там дыни, где там чеснок, огурцы, мед. Ничего этого нету. И смотрите, друзья, вот здесь интересный момент. Бог точно знал, что народ, скажу вам так, вы думаете, что война убивает людей? Нет. Есть один враг, который убивает больше людей, чем любая война. Наверное, все войны вместе взяты. Сказать вам, что это за враг? Это наша с вами жизнь. Она убивает нас так, как никогда в жизни. Смотрите, вы скажете, а почему так? Смотрите, еще раз. Кто слышал, что я только что описал, какие чудеса явил Господь? Кто слышал это? Казалось бы, да, ну, забыть об этом, это ж... Сиди, я сам открою. Смотрите, друзья, четыре дня проходят после этого, и эти люди, внимание, которые 400 лет молились, вопияли, кричали, не имели никакой надежды, но обрели спасение по чуду, невероятным чудесам. Но они увидели, они свидетельствовали это. Внимание, четыре дня проблем, и они говорят, нам там было хорошо, лучше. Слушай, вы ничего не поняли, наверное. Еще раз. 400 лет! Там было плохо. 400 лет, они вопияли, они орали там, вы понимаете, надежды не было. Кто молится, чтобы война закончилась? Так это вы только 327 дней, друзья, терпите. Дней, не лет. Дней. Они терпели 400 лет. Насколько их хватило? На четыре дня. Так вот, почему я говорю еще раз, что наша с вами вот эта жизнь обычная, она больше убивает нас, больше убивает людей, чем любая война. Обычная жизнь, в которой мы теряемся, в которой мы за четыре дня, друзья, забываем. Мужья, жены, они за месяц или два, за два, забывают, как они были рады, что в их жизнь Господь послал этого человека, говорят, глаза мои тебя не видели. Серьезно? А год назад ты чего делал? Ты же кричал, Господи, Господи, открой ей, что это я твоя, что она воля Божья, что я воля Божья, Господи, даруй. Спасибо тебе за эту благословенную. Проходит год. Домой не хочу идти. Видите, как мы быстро забываем. Нас вот так высаживает мгновенно. И почему я это вам рассказываю, друзья? Бог посмотрел на это все. И знаете, что он говорит? Так, народ, стоп, я понял, с вами каши не сваришь. Я даю вам скинию. Для чего он дал скинию? Бог дал скинию, друзья, для того, чтобы спасти нас, людей, спасти от самих людей. Спасти нас от нас же самих. Еще раз повторяюсь. Спасти нас от нас же самих. Здесь есть те, кто женатые и замужем? Поднимите руку, пожалуйста. Скажите мне, кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Кто лучше всех? А как часто вы ему об этом говорите? Просто так. Когда она спит, да? А когда что-то она делает не так. Видите, насколько нас хватает? Все. Это я вам просто назвал пример. Кто из вас, друзья? Ладно, ну это, конечно, такой, может, удар ниже пояса, ладно. Кто знает, сколько у нас проголосовали за нынешнего президента людей на выборах? А сколько теперь из-за них недовольны им? Да у нас всегда так происходит, друзья. Вы замечали, у нас выбирают президента через три месяца? Так вы же сами его выбрали, ну честно, ну камон, вы же его выбрали. Мало того, что еще и распяли. Вы понимаете? Скажите, кто самый большой враг на земле? Дьявол вообще думает, ребята, я не при делах. Ну я вам серьезно говорю, вы понимаете? Мы на него повесили все, а по большому-то счету еще раз говорю. Самые большие проблемы на этой земле, это мы с вами. И именно поэтому, знаете, что сделал Бог? Бог, видя это все, Он посмотрел на этот израильский народ, Он говорит, ребята, я создам скинию. Для чего Он создал скинию? Мы с вами в прошлый раз говорили. Это прообраз Божьего присутствия. Единственное, что может нас с вами отрезвить. Скажите, кого война труханула? Труханула? У меня для вас нерадостная новость. Это ненадолго. Если завтра закончится война, через месяц вы вернетесь в то же самое. И вообще даже вспоминать не будете об этом. Я вам серьезно говорю. Вы не верите? Посмотрите на людей, которые пережили войну. Нормально. Так вот, чтобы этого не произошло, Бог создал самое прекрасное творение. Он создал скинию Божьего присутствия. И он сказал, друзья, Божье присутствие, Божье присутствие, это то, в чем вы по-настоящему нуждаетесь. Но люди, как всегда, кто сегодня на собрании? У меня дела. Мы сегодня с вами читали, да, он говорит, в 22 главе, он говорит, я занят. У меня я корову купил. Говорит, у меня там дела, будьте здоровы. У меня те дела, у меня те дела. Видите, мы так быстро забываем. Почему, друзья? Сегодня мы постараемся с вами ответить на этот вопрос. И сегодня я хочу в проповеди ответить, наверное, на один из самых таких часто задаваемых, внимание, но часто задаваемых или в тишине своей комнаты, или сердца, или пасторам и лидерам вопрос. Тема проповеди звучит так. Бог, где же ты? Бог, где же ты? Вы даже себе не представляете, сколько верующих, рожденных свыше людей, задают Богу этот вопрос. И они не понимают. Им искренне кажется о том, что Бог их оставил. Им искренне кажется. Знаете как? Ну, бывают моменты просветления, когда, знаете, они помолились, идут на улице, нашли тысячу долларов. Они говорят, Господи, спасибо, ты рядом со мной. Ты спереди меня, сзади меня, вокруг меня, снизу, сверху. Ты объемлешь меня и наполняешь меня, Господи, слава Тебе, величие и хвала, драгоценные, что Ты ни на секунду не покидаешь меня. Проходят сто метров, потеряли тысячу долларов, Господи, за что Ты оставил меня? А вообще-то по жизни они ходят и говорят, Бог, где же ты? И я, знаете, я сегодня, может быть, вы не задавали Богу вопрос, вы идеальные, я знаю, точно. Это не к вам проповедь. Это я к себе. Вы же идеальные, у вас проблем с этим нет. Так вот, друзья, если где-то кто-нибудь, типа меня, задавал иногда Богу этот вопрос, сегодня попробуем с вами ответить на этот вопрос. Итак, Евангелие от Марка, 9 глава, со 2 по 5 стих. Прочитаем опять, вновь вспомним эту историю, как Христос взял с собой трех учеников, и они поднимаются на гору. Смотрите, по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Теперь, внимание, у меня вопрос ко всем, абсолютно ко всем. Слушайте внимательно. Скажите, пожалуйста, Иисус Христос, там дальше мы знаем, что было, который взял Иоанна, Петра, Иакова с собой на гору, он до этого момента, сколько с ними ходил, кушал там, у костра сидел, полями ходил, служил, молился, чудеса являл. Сколько? Кто знает примерно времени? Три с половиной года примерно. Три, три с половиной года, промежуток. Три года он был рядом с ними. Три года. Они ходили рядом с ним, он был с ними, они жили, они просыпались в одной квартире с ним. Они вместе с ним были на этих проповедях, везде были с ним, правда? Везде были с ним. А теперь читаем дальше, друзья. Одежды его сделали блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белищик, не может выбелить. И явился Илья с Моисеем, и мы беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу, Равви, смотрите внимательно, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну Моисею, одну, одну Ильи, и останемся здесь. Говорит, вообще туда не пойдем. Внимание, что Христос до этого момента не был с ними? Был. Так в чем вопрос? Что вам не хватало? Почему именно сейчас, именно здесь, почему именно в этот момент вы говорите, ой, как нам хорошо здесь быть? Вам это ничего не напоминает? Мне это напоминает израильский народ, который, когда Бог их вывел из рабства, они говорят, ой, как здорово. Только зашли в обычную жизнь и тут же говорят, все плохо. Вы понимаете, какие мы люди, друзья? Что мы видим здесь в этих стихах? В этих стихах мы видим столкновение людей с Божьим присутствием. Что делает Божье присутствие? Можно на четвертый стих переместить, пожалуйста? Четвертый стих. Одежды, да, и явился, одежды сделались, третий, одежды сделались блистающими, весьма белыми, как снег. То есть они видят сверхъестественно, они видят, друзья, то, что никогда в жизни не происходит. То, что восхищает, то, что не оставляет тебя равнодушным. То, что не оставляет тебя обычным. Вы понимаете, то, что просто тебя выворачивает наизнанку. Кто был в Божьем присутствии, понимаете, о чем я говорю. Кто переживал его? Сегодня во время поклонения я его переживал, я не знаю. Боже мой, я стою, я переживаю, я знаю, что сейчас вот, вот честно, мне вообще все равно в этот момент. Кинжал, калибр, что там еще может быть? Х101, Х105, вообще все равно. Прям вообще все равно, потому что в этот момент ты в его присутствии. Понимаете? Вот, ну ты в его присутствии, тебе хорошо. В этот момент тебе хочется сказать, господи, что ж так не было пять минут назад хорошо. Ну почему? Ну как я все время в это скатываюсь? И вот именно это, друзья, сегодня и есть как раз этот ответ. Я знаю, что некоторые из нас, мы привыкли. Знаете, мы такие, я называю это синдром бывалого. Синдром бывалого христианина. Это человек, который бывал в Божьем присутствии. Внимание. И когда ему говорят о Божьем присутствии, он говорит, я знаю, я там тоже бывал. Но знаете, в чем секрет? Бог не хочет, чтобы мы там бывали, он хочет, чтобы мы там жили. Чувствуете разницу? Бывалый бывал. Хочет, чтобы ты жил в этом присутствии. Почему? Потому что в этом присутствии, что он говорит? Хорошо нам здесь. Внимание. Кто мне скажет? Каков был ВВП Израиля на душу населения в тот момент, когда они об этом сказали? Какие платились льготы? Какие квартиры им выдавали? Какие пенсии? Бесплатное ли было образование? Бесплатная ли была медицина в те моменты? Вообще, да? Ноль. И что, читаем пятый стих, что говорит апостол Петр? Рави. Хорошо нам здесь быть. На горе? А где там туалеты? А у вас тут биотуалеты? А какие удобства у вас здесь есть? А сколько раз здесь в день кормить будут? А какие выплаты переселенцам на гору? ВПО? Заметьте, вообще ничего не волнует его. Что он говорит здесь? Он говорит, хорошо нам здесь. Вот понимаете, вот это слово ключевое здесь. Где здесь? В Божьем присутствии. Нам хорошо быть там. Вот там тебе вдруг становится абсолютно все равно на то, что происходит вокруг. Кто-то скажет, ну пастор, ну что? Ну я же не альтруист какой-то. Ну неужели прям совсем должно быть все равно? Ну вы же работаете? Да, я признаюсь честно. Да, томится душа моя. Работаю. Может у кого еще томится душа на работе? Друзья, она у всех томится. Сейчас скажу крамольную штуку. И в других вопросах она тоже иногда томится. Знаете почему? Потому что когда ты был в его присутствии, все остальное это томление духа и суета. По-моему так сказал экклесиаст? Говорит, все остальное это суета и томление духа. И вы не представляете, насколько он был прав. Он был так сильно прав, друзья. Тогда возникает вопрос вообще. Ладно, окей. Давайте вернемся к нашей скинии. Если вы помните, я говорю, в скинии четыре элемента, да? Первое это святой святых. Второе это святое место. Третье это внешний двор. Я вам сказал, есть четвертый важный элемент. Какой? Стан. В стане. За скинии. В стане. То есть можно сказать, что смотрите, вот здесь вот везде стан, вот здесь вот мы, а вот где-то тут чуть-чуть скиния бог. Вот тут, вот тут, скиния божьего собрания, скиния божьего присутствия. Вопрос, как вы думаете, большая часть населения где жила? В скинии или в стане? В стане. Конечно же. И вот точно так же, я хочу вам сказать, друзья, мы с вами живем сегодня, будьте здоровы. Аминь. Точно так же сегодня и мы с вами, мы зачастую живем в стане. Мы живем, вот это знаете, как твои дела? Все плохо. Побыл в Божьем присутствии, как дела? Ой, пастор, лучше всех. У меня есть одна старая странная привычка, я помню, что вы говорили вчера. У кого-то еще есть такая привычка? Кто помнит, что люди говорили вчера? А потом, знаете, а я еще помню, что они говорили вчера, сегодня и знаю, что они скажут завтра. Как дела? Все плохо. Они сами не понимая того, описывают, друзья, действия Божьего присутствия на жизни человека. И вот сегодня я хочу, друзья, ответив на этот вопрос, Бог, где же ты? И хочу, чтобы мы с вами поговорили, друзья, о том, как жить, как жить в этом стане, для того, чтобы там переживать Божье присутствие. Во-первых, давайте я напомню, что есть жизнь в стане. Жизнь в стане – это прообраз нашей обыденной жизни, где мы прибегаем к Богу чаще всего тогда, когда нам плохо или совсем плохо. Смотрите, как это было в израильском народе. Они живут в стане. Кто-то у кого-то что-то украл, там произошло. Ну, трагедия всегда, люди есть люди. И что люди делали, когда им было совсем плохо? Они, внимание, оставляют все и бегут к скинии, прибегают к скинии. Моисей говорит, Моисей, помолись за меня, брат. Плохо мне, туго мне. Моисей – прообраз священника, он идет туда. Сразу хочу вам сказать, в Новом Завете, друзья, это все чуточку по-другому, потому что сегодня это скиния, где находится? Она в сердце каждого из нас. Божье присутствие в сердце. И Бог – это тайная, куда Бог хочет, чтобы мы прибегали. Но мы прибегаем туда, еще раз говорю, только в те моменты, когда нам плохо. Кто из вас молится, когда идет воздушная тревога? Как вы молитесь? Прилежно. Вы прилежно молитесь. И единственное, что вас в этот момент ограничивает, вы иногда заглядываете в телеграм, закончилось или нет. Что мы делаем, когда закончилась воздушная тревога? Слава Богу, пошли по делам заниматься. Вот вам жизнь встанье. Вы видите, это жизнь встанье. Мы так живем. И знаете, я скажу вам, не удивляйтесь, почему иногда или часто мы задаем вопрос. Бог, ну где же ты? Вот как это сделать? Все. Как договориться с этим? Вот об этом как раз сегодня и проповедь сегодня, вся эта тема. Итак, жизнь встанье, друзья, в этом самом определении заложена наша причина отделенности нашей от Божьего присутствия. Почему мы отделены от этого присутствия? Почему мы не всегда находимся в нем? Потому что, живя встанье, мы, у нас есть такая дурная привычка быть поглощенными самой этой жизнью. Она нас поглощает. Мы в нее, ну как бы объяснимо, мы в нее влазим. Знаете, какой лучший способ, друзья, остудить кофе, кто знает? Налейте горячий кофе, зайдите в интернет. Все, кофе остыл. Понимаете, вот так же у нас в жизни. Мы настолько поглощаемся жизнью встанье. Милый, почему ты мне сегодня не звонил? Я работал. Так уже восемь вечера. Ой, а я и не заметил. Брат дорогой, пошли помолимся с тобой 10 минут. У меня сейчас нет времени на это. Вы понимаете, жизнь встанье настолько поглощает нас. Поглощает. Но я сегодня хочу ответить на этот вопрос. Как, знаете, как Иисус отвечал фарисеям, Евангелие от Матфея, 22 глава. Хочу ответить на вопрос, почему же жизнь встанье восстает на Божье присутствие и как же их примирить? Давайте я вам прочитаю одно интересное место из Библии. Евангелие от Луки, 16 глава, 13 стих. Я уверен, многие из вас вычитали это место из Писания. Смотрите. Никакой слуга, что дальше? Не может служить двум господам. Смотрите, как Бог метко все делает. Он, знаете, сразу вот, а может, он говорит, не стоит. А может, не может. А если, не может. А может, не может. А если попробовать, не может. Смотрите, когда Бог сказал не может, кто из вас понимает, что это уже приговор, определение, вырок, точка. Он говорит, никакой слуга не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу или мамонне. И вот сейчас мы подходим к одной интересной вещи. Смотрите внимательно. Согласно книге Бытие, когда Адам с Евой согрешили, кому перешла власть в этом мире? Дьяволу. Она перешла к дьяволу. То есть он, по сути, управляет этим миром. Вы легко можете прочитать это в книге, в послании Ефесянам, 2 глава, 2 стих. Там написано, что мы с вами, будучи некогда в грехах, как жили? По воле князя, господствующего в воздухе, по обычаям мира сего. Любой неверующий человек живет так, как живут все. В стане, правда? Все живут в стане так, и он живет в стане. И вот здесь наступает проблема. Если я теперь рожден свыше, если я покаялся, а я по-прежнему живу среди этих людей. Злых, плохих, нехороших, завистливых, коварных, злопамятных. Какие еще они там бывают? Ну, какие мы бываем иногда, вспомните. Вредные, да. О, видишь. Мы от них не сильно отличаемся. Разве что спасены, да. Но, смотрите, он говорит, мы раньше там жили, и вот здесь он подводит нас. Он говорит, а к кому, как вы думаете, обращаются эти слова, обращены? К неверующим или к верующим? К верующим. Он говорит, никакой слуга. Ну, я же божий слуга. Это же я теперь ему служу. Он говорит, никакой слуга не может служить. Не может. Не может. Не может он служить. А почему? Потому что, друзья, ответ очень простой. Я вот для себя его записал. Но до этого момента, ладно, окей. Я записал. Как же примирить? То есть, как встанье жить и не терять присутствие Божие? Ответ очень простой, вы удивитесь. Он находится в слове вот в этом. Любить. Смотрите. Я тоже живу встанье. Например, я точно так же, как вы, просыпаюсь по утрам. Мне нужно там почистить зубы. Я точно так же хожу в туалет. Я точно так же хожу в магазин. Мне работать надо точно так же. Ездить надо там, покупать, заходить. Вся вот эта суета, которая убивает, правда? Мы живем в этой суете. И вот здесь ключевой момент, как не попасться на эту суету. Смотрите. Надо определить для себя, что именно вы любите, а что вы делаете, потому что это нужно делать. Еще раз повторюсь. Что вы любите, а что вы делаете, потому что так нужно делать. Спрашиваю одного брата, как у тебя с молитвенной жизнью? Молюсь, ну что делать? Надо же молиться. Я говорю, ты не понял. Если ты будешь молиться, потому что надо, то рано или поздно ты перестанешь это делать. Мы никогда не бросаем то, что мы любим делать. Смотрите. Он говорит, никакой слуга не может служить двум господам. Ты не можешь, находясь в этом мире, вот в этом встане, живя встане, невозможно сохранить себя в Божьем присутствии, если Божье само присутствие ты сначала не полюбишь. Если ты не любишь Божье присутствие, а ты делаешь это, потому что это правильно, потому что так надо, Бог говорит, ты все равно, ты будешь ненавидеть. Рано или поздно ты начнешь ненавидеть. Как ни парадоксально, получая, христианин, рожденный свыше, получая спасение от Бога, чаще всего отходит от Бога или остывает в Боге, потому что Ему Бог был нужен. Когда мы приходим к Богу, скажите мне, кто пришел к Богу, потому что у вас другого выхода не было? Вам надо было к Нему прийти, правда? Но смотрите, Бог не хочет, чтобы когда мы пришли к Нему, потому что надо, чтобы мы продолжили с Ним жить, потому что надо. Он хочет, чтобы мы продолжали с Ним жить, потому что мы Его любим. Потому что мы любим Его присутствие. Потому что мы любим молиться. Потому что я люблю читать Слово Божье. Я люблю, потому что я знаю, что там я нахожусь в Его присутствии. А ну-ка, давайте напомните мне определение. Что такое жизнь в стане? Это когда мы живем своей обыденной жизнью и приходим к Богу, когда нам нужно или плохо. Вы понимаете, почему людей разрывает это на части? Почему Петр три года ходил с Иисусом, но когда вдруг он попал в Божье присутствие, он говорит, я не хочу туда больше возвращаться. Он понял, говорит, слушай, здесь настоящая жизнь. Я не хочу туда. Что ему сказал Иисус? Говорит, придется вернуться. Я думаю, в этот момент у апостола Петра была такая рефлексия. Знаете, такое состояние такое. Кто из вас когда-нибудь бывал на двух-трехдневных каких-то тренингах, семинарах, конференциях? Кто бывал? Когда ты там, тебе кажется, весь мир нагнем. Ты выезжаешь оттуда, проходит три дня. И ты понимаешь, что мир тебя нагнул. Понимаете, друзья, так и здесь. Мы приходим в субботу на служение. И нам на это поклонение. Ой, пастор Валя, вот продолжайте петь. Говорит, у меня же голос. Не-не-не-не, не заканчивайте. Я помню, у меня была христианская молодость. Я помню, однажды пришел. И такое присутствие, поклонение вообще. И я стою, молюсь, такой, господи, пусть сегодня не будет проповеди. Пусть сегодня будет поклонение, прославление. Пусть вообще эта хвала будет сегодня. И тут выходит пастор, я помню, на сцену. Говорит, боже мой, такое присутствие. Говорит, сегодня не будет проповеди. Давайте продолжать поклоняться. Я такой, ес. Три кущи за мной, я построил. Добил я такие. Но знаете, что, прошло два часа, и все равно закончили. А так было же хорошо. Даже в туалет. Ты даже не хочешь. Поймаете? Давайте уже так, по-честному. Тебе хочется в туалет, а ты не хочешь туда идти. Так классно. Понимаете? Так тебе хорошо. Ну так тебе хорошо. В этом присутствии все. Ты откровения получаешь. Ты переживаешь. У тебя ясность какая-то. Боли проходят. Все. Вообще так хорошо. Вообще ничего не хочется. Прям вообще ничего не хочется. Тебе так классно. Ты любишь это Божье присутствие. И вот выключают свет и говорят, служение закончено. Почему? Ну почему? Я так хочу. Чтобы лето, чтобы оно за мною мчалось. За мною след. Встан. Я иду, а Божье присутствие за мной идет. Я иду днем, а пыльный столб за мною. Я иду ночью, а огненный столб идет за мною. Кто знает, что, друзья, встания так не было? Кто помнит, что там было? Они сидели. И вот пока есть Божье присутствие там. А потом Бог вдруг начинает идти. И что должен был делать стан весь? Вставать и идти за ним. Смотрите, могли они не пойти за этим Божьим присутствием? Это легко. Взяли и не пошли. Но знаете, что, друзья, произошло бы через пару часов, я думаю, после того, как Божье присутствие ушло. На это место пришли бы пауки, скорпионы, филистимляне, египтяне. Что хочешь, приходит. Кто помнит, когда приходит, когда сильнее, сильного выгоняют из дома, он потом периодически ходит, ходит, ходит. И что делает? Возвращается. Вы знаете, никогда не задумывались, почему израильский народ находился 40 лет в пустыне возле Египта, и египтяне больше не пытались их завоевать. Вы никогда не задавали себе этот вопрос? Надо задавать вопросы, когда вы читаете Библию. Я задавал себе этот вопрос. Сказать вам, почему? Вы понимаете, там была такая штука. Египтяне выглядывали, наверное, из-за холма где-то смотрят, а там такой столб пыльный. Знаете, там просто ураган. Ну какой нормальный человек, даже если он египтянин. Какой нормальный человек пойдет в здравом рассудке, когда видит ураган, не один. А ночью подходят, там огненный столб над ними. Вы понимаете, что Божье присутствие сохраняло их. Оно держало их, хранило их в безопасности. Понимаете это? Оно обезопасило их на 40 лет. Написано, смотрите, одежда у них не изнашивалась, обувь у них не изнашивалась, надо было кушать, перепела падали, надо было есть, манну собирали. Было или не было? Было. Почему это все было? Потому что было Божье присутствие. Они в нем жили. Но еще раз вам повторяюсь, как только некоторые из них, вы думаете, что в израильском народе не было проблем? Там было. Там Корей, Дафан и Аверон, кто помнит, да? Вдруг они, знаете, такие ходили-ходили, а потом вдруг у них кол, поймали этот лом в спину и вдруг сказали, так кто ты такой, Моисей, чтобы мы тебя слушали? Потом там сестра его родная начала против него бунтовать тоже. Там тоже было нормально. И однажды Бог сказал, говорит, короче, вы все умрете в моем присутствии. Понимаете, друзья? То есть здесь нужно, вот я себе записал, давайте еще раз прочитаю вам. Суть баланса из жизни в Божьем присутствии заключается в том, чтобы, находясь в стане, тебе нужно определить, что именно ты любишь, а что ты делаешь, потому что это нужно делать. Нужно определиться, что для тебя важнее или что ты любишь. Божье присутствие или саму жизнь в стане. Я открою вам сейчас страшную тайну. Многие верующие, внимание, внимание, многие верующие приходят в Божье присутствие, многие верующим нравится молиться, потому что там, в молитве, они получают ответы, которые улучшают их жизнь в стане. И это печаль, именно по этой причине они живут на разрыв, вы понимаете, на разрыв. Они не понимают, где им хорошо. Они не могут понять. Вот я вам приведу пример из жизни, чтобы было понятно. Вот Вова меня сейчас поймет точно, ты меня точно, однозначно поймешь. Бахмут, Солидар, Кременная, какие там еще эти города, Северодонецк, Попасная, ты это видел там. Летают снаряды, ракеты прилетают. Вуу! Вы недавно слышали, девочка 6 лет, она от разрыва сердца умерла. Приемная, ну, сирота в приемной семье жила, умерла, где это, в Солидаре, по-моему, ну, или в Кремен... В Авдеевке. Умерла от того, что сердце не выдержало, вы понимаете ее? Просто ужаса этого всего. И там живут люди, ты им приходишь и говоришь, давайте мы вас вывезем. Что они говорят? Что-что? Еще чуть-чуть побудем. Ты на них смотришь, хочется сказать, вы... У вас все хорошо? Слушайте, смешно, ну, странно очень, да? Кто согласен, что это ненормально? А у меня вопрос к вам. А неужели вы думаете, что нормально, когда ты, вместо того, чтобы быть в Божьем присутствии, любишь жизнь в этом стане? И мы настолько иногда любим эту жизнь, настолько в нее влюбляемся, что мы боимся смерти. Потому что для нас смерть – это потеря. Чего? Самого любимого в жизни. Вот этой жизни встанет. И тогда мы задаем вопрос, где ты, Бог? Почему ты перестал со мной говорить? Почему я перестал получать откровения? Почему я перестал быть в твоем присутствии? Почему я перестал получать водительство твое для своей жизни? Почему я перестал? Бог говорит, да потому что ты любишь эту жизнь больше, чем ты любишь меня и мое присутствие. Вот и все. Вот и все. Так просто. Помните, Матфея 22 глава? Желая уловить его. Вот я вам сейчас сказал, а вы попробуйте подкопаться. Попробуйте сказать, что я не прав. Вы можете сказать, мне-то что? Я-то точно знаю, друзья, что я прав. Я-то точно знаю, что если еще раз говорю, давайте я прочитаю еще раз. Если ты, вот читаю, если ты, друзья, что именно ты любишь, а что делаешь, потому что это надо делать, ты не можешь обмануть Бога. Бог сердцевидец, Он знает точно. Он видит, что ты любишь. Вот почему. Знаете, я вам признаюсь честно, не знаю, по какой милости Божьей, но Бог дал мне мудрость. Я помню, когда я молился о будущей жене, я сказал одну такую фразу, я четко это помню. Я говорю, Господи, пусть она любит тебя больше, чем она любит меня. Это парадокс. Для многих людей это парадокс, потому что мы хотим, чтобы нас любили больше всего. Вы понимаете? Чтобы нас любили, чтобы муж любил нас, чтобы жена любила нас, но вы не поняли одной вещи. Если он будет любить вас или она будет любить вас, у вас будет проблема, потому что однажды он встретится с Богом. И когда он или она встретится с Богом по-настоящему и влюбится в его присутствие, есть риск, что вы начнете ревновать своего мужа или жену к Богу. Вы скажете, нет. Бывает такое, да, пастор Ваня, когда вот выпускники репцентра, да, выходят, и вот ты смотришь, вышел выпускник репцентра, он такой, вы не представьте, выпускники репцентра, глядят глаза, он такой, он служит, где я и в группе порядка, я и здесь готов служить, где хочешь, я везде готов служить. И тут появляется она, такая красавица, смотрит на него, говорит, ой, какой ревностный служитель, какой класс, боже мой, мне бы такого мужа. Он обратил на нее внимание, она на него обратила внимание, они друг на друга обратили внимание, я говорю, давай, все. И тут они начинают уже все, поженились, аллилуйя, слава Богу, нитка втрое скрученная, не скоро порвется, и он такой на следующий день, я на служение, стоять. На работу. В смысле? На работу. А чем детей кормить? И он говорит, давай помолимся. Поработаешь, помолимся. В смысле? Ага. А жизнь встанья, она такая. А там все так живут. А там все так живут. Вы поняли? Там к Богу идут тогда, когда тяжело. Иди, 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 Ванечка, иди, Сереженька, Димочка, иди, сейчас плохо в семье, беги, Димочка, молиться. А хорошо стало в семье, куда пошел? На работу. А как насчет Божьего присутствия? Потом. Первым делом, первым делом. Ну, а Божье присутствие потом. Друзья, оно так не работает, вы понимаете? Ты либо там, и тебе там, как написано в Евангелии, мы читали от Матфея, помнишь, нам здесь хорошо. Знаете, я вам хочу сказать, мужья, хотите, чтобы ваша жена не смотрела сильно, какую новую там куртку купила соседка по ряду в церкви? Пусть она будет в Божьем присутствии. Мне здесь хорошо. Да? Чистой воды. Хотите, чтобы муж не смотрел на молодую? Позвольте ему смотреть на Бога, быть в Божьем присутствии. Он скажет, мне так здесь хорошо. А если еще рядом та, которую дал, он вообще смотрит на нее, говорит, ты самая лучшая. Потому что, мне здесь так хорошо. Слушайте, я вам открою один простой лавхак. Даже если вы будете, я не знаю, кто там, вы будете Анжелина Джоли, я имею в виду не по внешности, а если вы будете Анжелина Джоли там и по характеру, и посол доброй воли, и помогать, послушайте, однажды он все равно посмотрит в другую сторону. Простите. Но это факт. Жизнь такая. Не мы такие, жизнь такая. Если вы хотите, чтобы у вас действительно был мир во всем, я, поверьте, я сейчас не говорю о том, что верующие, они какие-то, знаете, легкомысленные. Нет. Я знаю многих верующих, которые даже не бывают в Божьем присутствии, у них все нормально, они как бы верны одной жене, одному мужу. И слава Богу, ведь семья классная не потому, что мы классные. Знаете, на анатомии мы очень легко учим. Что такое семья? Это два неидеальных человека, которые начинают жить вместе и раздражать друг друга до конца жизни. В курсе об этом? Женатые и замужние есть тут? Вы идеальные? Ну, самообман, это сильная черта пострывания в вашей жизни. Послушайте еще раз. Семейная жизнь это два неидеальных человека, которые начинают жить вместе, и точно до конца жизни будут раздражать друг друга. Так где же счастье-то найти? Где же оно? Здесь нам хорошо. Друзья, нам здесь хорошо, когда мы это делаем в Божьем присутствии. Давайте дам уже такой ответ. Как тогда жить в стане, чтобы не терять Божьего присутствия? Знаете, есть действительно, как сказал Богдан, лайфхаки, лайфхаки, как жить. Итак, друзья, первое, первый совет дам вам. Осознай, что твоя настоящая жизнь, настоящая жизнь, она не в стане, а именно там, в скине Божьей. Здесь в стане, у тебя только деятельность, а жизнь твоя там. Вот, давайте, смотрите. Осознай, что твоя настоящая жизнь не в стане, а именно в скине Божьей. И тут твоя деятельность, а там твоя жизнь. Проблема в том, когда мы путаем, и мы деятельность называем жизнью. скажите мне пожалуйста семья это жизнь или нет это деятельность не путайте а работа это жизнь я живу работой это деятельность а дети это жизнь или или деятельность и вот так мы себя обманываем не а мы так себя обманываем вы скажете пастор нет дети это мое счастье вышив никогда не не орали на них еще а уже переменная а потому что эта деятельность послушайте давайте будем честными не надо называть деятельность жизнью а жизнь деятельностью и если мы путаем это у нас проблема из-за этого возникает понимаете мы не мы постоянно еще раз у нас как на разрыв знаете как это вот не каноническая притча умная налево красивая направо обезьяна стоит это что ты стоишь она это что мне разорваться и так и мы иногда знаете мы и в божьем присутствии и здесь и нашим и вашим за копейку спляшем а ну так не работает поэтому первый вот вам лайфхак хотите действительно не терять божьего присутствия осознайте просто уразумите где настоящая жизнь вот где настоящая жизнь где жизнь хоть и деятельность где деятельность где жизнь разберись в этом просто разберись раз навсегда сядь и разберись в этом это первый лайфхак второй второй совет как жить в стане божьим чтобы не станет чтобы не терять божьего присутствия смотрите очень интересный момент пусть скиния божья всегда будет на высоте в твоей жизни смотрите интересно кто помнит храм помните когда к иисусу пришли на какой горе нам поклоняться помните храмы всегда строят на горах если вы замечали знаете для чего чтобы люди храм всегда видели я вам открою секрет многие верующие они несчастны потому что они тайной комнаты не видели уже они вообще не знаю где она находится они уже с компасом не найдут вы понимаете у них что все уже явно тайного ничего нету так вот пусть скиния божья всегда будет на высоте в твоей жизни в поле зрения смотрите в пределах ежедневной досягаемости это твоя ежедневная тайная комната с богом как давно ты брат молился а что это такое так а что там дело а чё ж ты несчастен вот и я думаю а чё я несчастен вы знаете я вот 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 задумайтесь просто возьмите как-нибудь дома сядьте вы расчертите лист бумаги слева и справа и нарисуйте для себя что привлекает вас в жизни а напишите второе что по-настоящему из этого напишите что по-настоящему действительно важно и вы удивитесь что многие из этих вещей они вообще не важны просто мы с вами настолько бываем поглощены вот этой концепции счастья я хочу быть счастливым друзья что мы с вами не понимаем смотрите например когда мне было лет шесть семь лет семь семь восемь девять я помню вот у меня было такое счастье я любил мультики смотреть вот включаешь мультик не самый счастливый человек на планете земля мне так хорошо кто-то тоже такой-то любил это дело а родители какие счастливые в это время вообще было классно а кто из вас теперь для кого это счастье я я понял тебя виталий я тебя супер книгу ключу будешь там счастливым счастье когда дети даст мы не друзья мульт меняется жизнь вы понимаете точно так же получается в жизни если друзья если ты не находишь любовь здесь если ты не счастлив там ты будешь искать что-нибудь и когда ты его найдешь тебе будет казаться что ты нашел счастье а потом она ускользает от тебя причем так быстро ускользает ты такой знаешь тебе 21 год и такой опа 42 опа 68 опа на кладбище и и ты думаешь подожди стой где же счастье понимаете есть классный фильм с уиллом смитом кто-то смотрел в погоне за счастьем никогда не поймаешь ты вообще никогда не поймаешь стоит ли бегать за ним стоит ли вот так вот мчаться за ним если это счастье рядом где это счастье еще раз вы друзья то есть твое божье присутствие третий третий совет третий лайфхак полюби скинию божью в твоей жизни все что происходит в ней мы с вами будем дальше говорить что происходит в ней помните эти жертвенник один жертвенник второй казалось бы много вещей но надо это полюбить полюбить эти вещи вот просто полюбите их кто из вас когда вам было тревожно когда-нибудь читал библию так вдумчиво по-серьезному читали когда-нибудь успокаивает очень прям вообще легко псалмы читаешь аж прям тебя то знаете я помню как сейчас 26 где-то 26 или 27 февраля когда на киеву это помните когда на баллоне там танк раздавил машину машину с дедушкой кто по это 26 или 27 какое-то было ну где-то плюс-минус эти дни я помню знаете такой момент вот этот вот когда ты вообще просто вот тебя вот так вот всего так колошматит внутри непонятно что происходит я помню я открываю как сейчас вот этот двадцать второй псалом я его читаю и знаете у меня такое было состояние когнитивного диссонанса я в этот момент я понимаю что я читаю то что я много раз читал но я понимаю что там вообще ничего не понимаю вообще ничего нету в моей жизни сейчас из того что там написано вообще ничего нету у меня есть только вот такое состояние когда вы такой знаешь ты живешь не то чтобы одним днем ты живешь одной минутой секундой живут и не понимаешь где ты живешь и знаете я признаюсь честно я себя поймал почему я говорю это был классный год 22 год классный год был потому что я я я для себя на при я по-настоящему понял во что я верю во что я не верю поэтому друзья полюбите полюбите все что происходит в этой скине влюбитесь в это ожидал когда во сколько вас прославление за к 12 12 подтянусь на служение так не работает она так не работает и четвертый совет который я думаю должен помочь нам с вами четвертый не пытайся своими силами удержаться с богом находясь в стане это невозможно это возможно только в скине божьего присутствия ошибка многих людей заключается в следующем мы пытаемся построить внимание мы приходим к богу чтобы построить счастливую жизнь в стане еще раз слышите меня внимательно мы приходим к богу чтобы там в его присутствии хапануть чего-то чтобы принести построить счастливую жизнь в стане это невозможно кто мне кто читал внимательно библию кто помнит что происходило с теми людьми внимание которые с утра выходили и собирали манну на два три четыре пять дней на какой день она портилась на следующий день библия говорит бог творит все новое каждый день поймите друзья то есть ты не можешь вы поняли вот как бы объяснить вот ты вот пришел божье присутствие получил откровение пошел туда в эту жизнь и вот если ты просто им там живешь день два три четыре она тебя напрягать начинает вы понимаете вот приведу вам простой пример кто из вас получал когда-то откровение о том что вам нужно служить богу посвятить свою жизнь богу есть такие люди кто переживал в божьем присутствии это а сейчас вас всегда от этого прет а нет а не всегда а для некоторых людей вы знаете служение уже становится бременем потому что сколько же можно тягарь такой понимаете вот это у тебя и ты и ты уже ты уже знаешь ты не рад тому дню когда ты его получил хотя как в тот день когда ты его получил ты был счастлив а теперь уже вроде как и несчастлив знаете почему а потому что ты только там можешь знаете у меня признаюсь тоже бывают дни иногда и люди бывают разные тоже иногда бывают люди знаете такой ты пообщался с ним и думаешь такой опять надо на пять часов божье присутствие ты с ним пять минут пообщался и опять на пять часов надо посмотрите я приведу по выдумать это у меня такой нет смотрите 40 дней моисей провел на горе с богом бог ему дает 10 заповедей 2 скрижали он приходит стан божий посмотрел и пошел обратно на гору еще на 40 дней вы что думаете у меня только такое бывает у всех у нас такое бывает вот бывало такое вы из божьего присутствия выше так вам хорошо и тут кто-то позвонил тебе и за пять минут так тебя намотал на кулак все что можно намотать шутят давление 280 уже ты сидишь и думаешь не только богу опять надо идти и это прекрасно друзья посмотрите почему потому что своими силами у тебя это невозможно то есть мы молимся друзья смотрите мы молимся в тайне чтобы явно у нас давление не сильно скакала если вы метеозависимый человек или обстоятельства зависимый человек или настроение других людей зависимый человек или тревога воздушных зависимый человек вы понимаете то есть любой зависимый человек вам самый рецепт будьте в божьем присутствии как как часто всегда но для этого друзья нужно понять что ты не можешь сделать это своими силами то есть тебе нужен тебе нужен бог тебе необходим бог вот знаете иногда я знаю что есть в христианстве две концепции 1 это та которая говорит не надо ничего делать все сделает только господь такие люди как правило они такие знаете блаженные они блаженные они даже они с богом тогда когда у человека одалевлу деньги не отдают они все равно с богом у не все хорошо они все порядке с богом они тебя взяли деньги но не отдали оничут с богом это не хорошая концепция я говорю сейчас а другой концепции о том когда мы приходим богу и когда же господи я не могу сам это сделать я выхожу он дает мне мудрости силы утешения выхожу я делаю но сам смотрю состоянии думаю прикольно получилось потому что это он дал тебе силы а потом опять ты к нему идешь а потом опять выходишь вот вы понимаете я думаю если бы меня попросили вот как человека попросили нарисовать дать образ или образец как правильно это делать я бы назвал вам пример одного человека из библии одного героя персонажа его очень люблю он такой малозаметный для большинства людей но он очень классный возьмите и прочитайте для интереса как он жил вот после этого сказать вам каком речь идет иисус навин вы знаете кто вот кто знает где был иисус навин пока моисей был на горе 40 дней где под горой возле горы он стоял и ждал моисея кто-то сказать дело человеку ничего было ну сказал же тебе на 40 дней ушел ну иди себе живи своей жизнью через 40 дней вернешься а кто знает в обычной жизни когда моисей был в скинии служил где был иисус навин у дверей скинии всегда так что у иисус навина не было жены была у него жена были у него дети но он всегда понимал о том что это важно о том что он это любит и знаете что произошло однажды его жена начала гордиться и когда умер моисей и бог сказал теперь иисус навин введет мой народ в израильский народ и тут жена сказала я молодец молодец я вот если бы я тогда его дергала и сказала иди работать давай бабло если бы я тогда его не поломала бы а я его не поломала я молодец из него получился человек так вот я хочу сказать вам сегодня друзья точно так же это прообраз нашей с вами жизни знаете я в конце записал для вас такую простую мысль но она на мой взгляд очень такая серьезная и так бог где же ты бог друзья прекрасен в его святом присутствии и на самом деле именно в этом присутствии мы и видим понимаем и воспринимаем истинный смысл нашей жизни таким каким его видит бог если вы по-настоящему действительно хотите друзья ощутить переживать жизнь прекрасную изумительную жизнь с богом сразу хочу сказать это не означает что вам нужно днимать и ночевать церкви нет это означает о том что мы можем жить обычной своей жизнью поверьте есть сегодня люди у которых по действительно объективной причине не получилось быть на служении это плохо или хорошо слушайте это жизнь это жизнь ты ничего с этим не можешь поделать но где твое сердце где твое сердце вот это очень важный момент знаете я в конце расскажу вам такую одну историю не потому что я ну на самом деле просто она примечательная не знаю может быть у кого-то из вас я уверен я убежден у каждого из вас есть такая история плюс-минус но я помню эту историю моей жизни в 1997 году я заканчивал военный институт я провел там пять лет и знаете как всегда на выпуск кто-нибудь выпускной праздновал так вот военные празднуют вот так друзья что некоторые из них потом печень лечит всю жизнь после одного выпускного они так приготовились к этому выпускному они готовились к нему за полгода они диплом столько не писали вы понимаете диплом некоторые писали две недели а к выпускному готовились полгода закупали договаривались катер музыка какая будет где как куда причалят где там знаете вся в деталях жизнь бы так люди в тонкостях планировали. Они так спланировали этот выпускной, и знаете, апофеозом этого подготовки было такое, сдаем по две с половиной тысячи. Ну, знаете как, и когда ты, ну, сложно на самом деле жить, чтобы вы понимали, когда вокруг неверующие, ты верующий. И я говорю, ребят, окей, думаю, чтобы не спрашивали. Я говорю, на две с половиной тысячи, все, дал. И вот тут интересный момент. Мы проходим, там у нас все, все, идите, все. Я помню этот момент, я все пока туда забираются, сейчас переодеться, надо же на катер, ждет. Я переодеваюсь, бросаю форму в сумку. Я говорю, ты куда? Я говорю, я в церковь побежал. Вот я увидел, знаете, вся боль еврейского народа после четырехсотлетнего рабства сначала отразилась у них на лице, а потом такой восторг, думает, нам больше достанется. Но, он говорит, а ты куда? Я говорю, я на служение. И знаете, чтобы вы поняли, это не было какое-то суперслужение, это не была какая-то конференция. Это обычное воскресное служение. Но вот я ответил себе на вопрос такой, потому что я долго думал, я думал, ну окей, никто же не заставляет меня в конце концов пить. Думаю, ну нет, пойди, почти, вы пять лет вместе учились, ну какая проблема. Знаете, я знаю точно себя, я бы и не пил. Я и так, в принципе, и не пил, слава Богу. Думаю, меня бы это не снесло. Но я для себя ответил на вопрос, что для меня действительно важнее. И я вам скажу, вот вы знаете, вот тот выбор в том 97 году, вот он как-то повлиял тоже на мою жизнь. И я сегодня могу сказать, для меня это важно. Для меня важно все-таки находиться в Божьем присутствии. Для меня важно все, что важно для Бога. И я хочу вам сказать, запомните, никогда, вы никогда не прогадайте, вы никогда не ошибетесь, если вы будете проживать свою жизнь в Божьем присутствии. Я не знаю, кто-нибудь из вас сегодня понял, почему иногда, друзья, мы задаем вот этот вопрос. Бог, где же ты? Понимаете? Потому что мы там встанье заблукали между 4-й цветочной и 8-й оранжерейной. А надо выйти на центральную улицу и идти в сторону скинии. Вот возможно у кого-то из вас сегодня время, когда вам нужно, друзья, вам надо двинуться в сторону скинии и двигаться туда, и ходить туда ежедневно. Давайте склоним наши головы и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы величаем, Господь наш, Тебя. Благословляем, Бог, сегодня Твое чудное имя. И, Господь, сегодня, когда мы спрашиваем, где же Ты? На самом деле, Господь, правда в том, что Ты здесь. Ты здесь, Господь, Ты всегда рядом. Ты никогда, Ты сказал в Своем Слове, что Ты никогда не оставляешь и не покидаешь, Господь. Но для Тебя так важно, чтобы мы научили свое сердце выходить из этой жизни встанье и приходить, Господь, в это тайное место, которое Ты почитаешь, наполняя Своим присутствием. Господь, я прошу Тебя сегодня, чтобы Ты по-особенному прикоснулся с каждым из нас. Я молюсь Тебе, чтобы вечером, Господь, когда кто-нибудь сегодня придет, когда кто-то придет из нас в Твое присутствие, Господь, чтобы там Ты говорил, Ты говорил, дай пережить по-настоящему эту близкую, искреннюю, настоящую встречу с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Я не знаю, друзья, вы услышали сегодня что-то? Я честно признаюсь, я всегда стараюсь так, знаете, пошутить во время проповеди, потому что я думаю, ну не хотелось бы, чтобы, знаете, прям так давануло. Поэтому я всегда стараюсь шутить. Я вообще по жизни веселый человек, а вообще шутить, смеяться надо. Кто в курсе? Кто любит посмеяться? Если вы не любите смеяться, приезжайте к нам в репцентр. Вы там обхохочетеся. Там все время можно обхохотаться. Но что я хочу ободрить вас, друзья? Ободряю каждого из вас. Сегодня вечером, может быть, я не буду спрашивать, кто из вас давно был в Божьем присутствии. Попробуйте сегодня вечером попасть в это Божье присутствие, побыть сегодня в Ним. Поговорите с Богом. Вот сегодня закройте дверь у себя, вот дверь не физически, вы помните, не надо на замок. А я имею в виду, закройте дверь в своем сердце, забудьте о том, что вас тревожит, и придите к Богу в Его присутствие. Вы много можете услышать интересного. Аминь. Продолжение следует...